С начала этой недели в Кустанайской области правила постановки на учет подержанных авто упрощены. В областном регистрационно-экзаменационном отделе полиции пояснили, что это мера вынужденная, так как число автовладельцев, желающих поставить на учет свое свежепригнанное авто из-за границы, постоянно растет. Пошел поток транспортных средств, то есть мы в день регистрируем 100-150 транспортных средств. То есть мы физически, говорю, мы не можем оселить охват около 200-300 машин в день. Они ежедневно к нам поступают, из-за этого мы сроки сократили, где в акте регистрации люди, которые владельцы транспортных средств, они внизу указывают, что несут правовую ответственность в случае, если какой-то документ будет недостоверным. Аслан Балгабаев пояснил, что согласно правилам в скором времени полицейские не смогли бы больше принимать обращение автовладельцев. Проблема отправка большого количества соответствующих запросов в Российскую Федерацию. Полицейский убежден, что подобная ситуация сохранится до тех пор, пока курс рубля не поднимется до прежних показателей. Сейчас мы подтверждение отправляем, но уже, говорю, подтверждение прикладываем к материалу. И вот человек, владелец транспортного средства, он игру до этого указывает внизу, что несет правовую ответственность. Все, мы ему регистрируем, чтобы уже непосредственно не инспектор нес ответственность, а сам владелец транспортного средства. В случае, если недостоверная информация, либо какой-то будет техпаспорт криминального характера. Все, но после того, как приходит у нас за ответ, мы уже подшиваем к этому техпаспорту. Немало вопросов у казахстанца возникло и относительно воза поддержанных авто и стран-участниц Таможенного союза. Недавно пояснение дали в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана. Ограничение, которое, возможно, вызвало какие-то вопросы или даже напряжение, связано с тем, что вступивший в силу технический регламент о безопасности колесных транспортных средств предусматривает, что на территории Таможенного союза запрещен ввоз автомобилей, не соответствующих классу Евро-4 и старше 7 лет. Но при этом коллизия создалась, что как бы внутри Таможенного союза могут свободно двигаться. При этом норма другого нормативного акта подразумевает, что можно устанавливать все-таки национальные требования. Рау также пояснил, что за последние несколько лет в Казахстан было завезено много старых автомобилей. Поэтому, если машина соответствует параметрам Евро-4 и подходит по году выпуска, то ее ограничивать никто не будет, заключил вице-министр. Сакен Румаханов, Андрей Геменок, РТН